Русская культура – это дали Невского, в серо-белом сумраке северных ночей. Это радость Пушкина, горечь Достоевского и стихов Жуковского – радостный ручей. Сейчас перед жюри выступают те школьники, которые были отобраны на городском этапе в Ивантеевке, Красноармейске и Пушкино. Теперь им предстояло показать себя уже на муниципальном этапе. Речь идет о московских областных, рождественских образовательных чтениях. Они проходят в 32-й раз. Тема этого года – православие и отечественная культура, потери и приобретение минувшего, образ будущего. И вспомню я крест, на Голгофе позорный, облитого кровью страдальца на нем, При шуме и кликах насмешки народной, поникшего тихо, покорным челом. И страшным не станет от этих видений, и с ложи невольно тогда я сойду. Склоню пред иконы святое колени, и с жаром молитвую нить супаду. Звучали стихи о русской культуре, о вере и Иисусе Христе, о прощении и о родине, а также о любви и жизни. Чтецы старались выбирать те стихотворения, которые им близки и понятны. Каждый вкладывал свою душу в их прочтение. Сегодня я рассказывала стихотворение «Сладость молитвы» Ивана Никитина. Мне кажется, что у меня все получилось хорошо. Главное, я не забыла текст. Я рассказала все от души и как я все это чувствую. Выступали ученики всех классов. На муниципальном этапе три возрастные категории. Отдельно оценивали начальные, средние и старшие классы. Члены жюри смотрели на искренность и на артистизм исполнения, насколько выразительно ребята читают стихи. Кроме того, обращали внимание на грамотность речи и глубину понимания выбранного произведения. Смог ли ребенок перевоплотиться в образ и эмоционально вовлечь слушателя. В этом году конкурс посвящен важной и многогранной теме. Наша страна проходит через сложный исторический период. И образ будущего зависит от нас. Очень серьезно подошли к выбору стихотворений. Приятно слушать. Вот в этом, в общем-то, и состоит и патриотическое воспитание, и нравственное воспитание. Когда мы приобщаем ребят к духовному, то, чего, к сожалению, наверное, по нашей жизни очень быстро, современно не хватает. В каждой возрастной группе определили лучшего. Дальше победители будут представлять наш округ на региональном этапе. Евгения Коломейц, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.